Всем привет! Меня зовут Алексей Кормин, и мы продолжаем совершенствовать наши губные гармошки. В предыдущем ролике мы сделали основные работы по герметизации язычков, и нам осталось, в общем-то, избавиться от ненужных щелей между платами, гребенкой и крышками. Давайте исправлять! Итак, первое, с чего мы начнем, это гребенка. У нас есть абсолютно новая гребенка. Проверять мы ее будем вот таким тулом измерительным. Эти тулы я заказывал в Канаде у Эндрю Зайджика. Вот у меня их два. Можем проверить на свет, что они идеально ровные, свет нигде не пропускается. Итак, наша гребенка. Видно зазоры. Так, вторая сторона. Видно, что гребенка неровная. Так, ровнять ее будем наждачная бумага 220 грит. Это обычная кафельная плитка. Я в магазине выбирал самую ровную, там они продавались поштучно, я выбрал с самой ровной поверхностью. Кладем гребенку на наждачку. Желательно на нее давить чем-то по всей площади равномерно. И круговыми движениями в одну и в другую сторону. Так, смотрим теперь. Все равно немного есть зазоры. Так, смотрим снова. Ну вот, теперь поверхность идеально ровная. Также мы можем проверить перед. Отлично. Так, вторую сторону. Второй стороны вот есть небольшой зазор в середине. Так, смотрим снова. Никакого зазора теперь не видно. Ну, теперь наша гребенка идеально ровная. Если у вас нет никаких таких ровных поверхностей, такие или существуют вот такие мерные брусочки, то можно, в принципе, все равно гребенку немножко шлифануть с одной и с другой стороны, даже без мерных брусков. Она в любом случае станет гораздо ровнее, чем была. Далее мы можем посмотреть на крышки. Вот, например, Session Steel. Абсолютно новая гармошка. И видно, что сверху крышка прилегает плотно к платье. А снизу видно желтая полоса от гребенки. Это говорит о том, что крышка плотно не прилегает к платье. Здесь видно, что она только вот по краям не прилегает, а середина прижата. А здесь практически по всей длине крышка плохо прилегает к платье. Крышки также можно можно снять и немного срежет. Продолжение следует... крышки также можно подровнять и избавиться от ненужных лишних щелей которые будут через которые будут сквозить лишний воздух но теперь гораздо ровнее только вот край немножечко один еще упирает но это можно доработать вот таким образом можно подогнать крышки чтобы они плотно сидели таким же образом можно посмотреть задель 1847 крышки иногда приходится иногда приходится подгибать передний край чтобы он плотно сел в бороздку в платье иногда штамповка делается неровно и приходится немножко их подгибать вперед сюда чтобы крышка хорошо чтобы крышка плотно села вот в паз и также для лучшего прилегания плат гребенки их тоже можно выровнять платы тоже не совсем ровные видно что платы совсем неровные их также можно выровнять пользуясь каким-нибудь мерным брусочком и далее плату на на вдох эту сторону можно шлифануть также на наждачной бумаге в данном случае это бумага полторы тысячи грит и после того как я выравниваю плату вдоль и я также ее шлифую круговыми движениями ну вот здесь заметно что плата неровно здесь она совсем не вышлифовывается середина вышлифовывается и таким образом можно тоже довести плату на выдох до идеально ровной поверхности плату на вдох на выдох плату и и вместе прилегания гребенки ее не отшлифовать потому как с этой стороны язычки я ее просто выравниваю также вот мерным брусочком и на этом все вот так выглядит полированная плата на вдох видно что плата идеально ровная нет зазоров это плата на выдох может быть совсем небольшие есть зазоры я в общем то нет все ровно для выравнивания крышек я использую вот такие станочные тиски да зажимаю крышку и немного подгибаю и также можно зажать задний край что придаст жесткость задней стороне и она не так сильно будет сплющиваться таким же образом я открываю крышки на на хонорах на 1896 и при необходимости ровняю вот этот край надеюсь это видео было кому-то полезным играйте на хороших инструментах подписывайтесь на канал берегите себя всем пока и а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok